Здравствуйте! В студии Нинок Хридз Бушуева. Это программа в центре внимания. В региональном правительстве прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии. О задачах, которые стоят на этот день, мы поговорим с нашим гостем. Это руководитель аппарата антитеррористической комиссии, советник губернатора Морской области Юрий Сластин. Юрий Иванович, приветствую вас! Здравствуйте! Юрий Иванович, какие вопросы были ключевыми на прошедшем заседании? В эту повестку заседания был включен вопрос меры, принимаемые органами исполнительной власти и местного самоуправления при поступлении информации о ложных анонимных сообщениях. Ну и второй вопрос, это текущий вопрос, меры, принимаемые по обеспечению безопасности в период проведения майских праздников. Да, действительно, до майских праздников совсем ничего осталось, и это, как правило, очень массовые гуляния. Вот какие сферы отрасли учреждения сегодня под особым контролем находятся в сфере антитеррористической защищенности? Вы знаете, в сфере антитеррористической защищенности у нас охвачены практически все сферы и отрасли, как вы сказали. Это и социальный блок, это и объекты топливно-энергетического комплекса, это и торговые объекты, ну и гостиницы. То есть все места массового пребывания людей, потенциально опасные места террористического проявления, все они были включены в этот блок. Что касается ложных анонимных сообщений, это то, с чем приходится, к сожалению, периодически сталкиваться. Вот какая сейчас ситуация? В нашем регионе ситуация достаточно неплохая. Вместе с тем, по данным правоохранительных органов, за прошлый год было зафиксировано 32 ложных анонимных сообщений. Из них 15 – это телефонный терроризм, так называемый, 17 – это сообщения, которые поступили посредством электронной почты или IP-телефонии. То есть, получается, телефонные сообщения, они все-таки сейчас их количество уменьшается и чаще обращаются именно посредством электронной почты? К сожалению, да. А есть какая-то специфика? Ведь электронную почту создать, на самом деле, достаточно просто, но все равно оставляют следы. Как отслеживать, может быть, блокировать? Какая работа в связи с этим проявлением проводится? Ну, достаточно сложный вопрос, потому что электронная почта у нас всегда, как вы сказали, уже меняется. IP-телефония, подменные номера. Эти вопросы, эти проблемы мы обсуждали на комиссии и попытались выработать определенные решения. А какой вообще алгоритм действия? Вот мы понимаем, да, все прекрасно видим, поступает сообщение, да, ну, потом понятно, что у нас ложное, но сразу же реагирование идет на все 100%. Да, в обязательном порядке у нас по инструкциям оперативных служб при поступлении ложного анонимного сообщения, любого сообщения об акте терроризма, все оперативные службы, это ФСБ, МЧС, полиция, в обязательном порядке, они действуют по определенному плану, то есть проводится комплекс мер, в том числе эвакуация. Ну, причем тут, да, абсолютно разные ситуации могут быть. Одно дело, когда какой-то торгово-развлекательный центр эвакуируют, там все-таки люди в верхней одежде, если прохладное время, да, года, а школьников, их должны же сразу выводить, да, это нужно как-то обеспечивать их тоже, ну, то есть масса структур задействована в этом. Ну, по социальным объектам, по школам ситуация следующим образом развивается. У нас по каждому объекту есть постановление правительства, которое предусматривает, что руководитель, допустим, образовательного учреждения обязан обеспечить эвакуацию, но обеспечить это в нашем понимании, создать условия. Вот, и на комиссии как раз обсуждался этот вопрос, что, ну, поступают жалобы, буквально 14-го числа в Министерство образования и науки пришло письмо от Совета материи и Мурской области с просьбой разъяснить действия оперативных служб, ну, связанные с тем, что, ну, дети эвакуируются, дети увозятся куда-то. Но вы должны понимать, что это моральный выбор, то есть, допустим, если, допустим, по инструкции обязаны эвакуировать детей, то вот события, которые произошли в городе Казани, директор школы принял совершенно другое решение. Он взял ответственность на себя и дал команду забаррикадироваться, ну, и детей не упускать из школы. Если бы дети массово побежали на школу, ну, из школы было бы жертв, наверное, намного больше. Вот, и поэтому, ну, есть необходимость выработки какого-то четкого механизма, но, скорее всего, это уже не на региональном уровне, а на федеральном, который будет определять этот порядок. Ну, а в целом, я так понимаю, все равно проводятся же регулярные учения, то есть, руководители тех же учреждений, они проходят эту подготовку и понимают, какой алгоритм должен быть. Да. Сейчас вот многие ограничения, которые вводились из-за пандемии, уже сняли, и, то есть, места массового скопления людей снова можно там находиться, да, проводить какие-то массовые мероприятия, тоже ограничения по зрителям сняты. Вот в связи с этим какая-то дополнительная работа проводится, потому что долгое время вот этот вопрос был не так актуален, потому что просто таких мероприятий не было, да, а сейчас снова безопасность необходимо обеспечивать. Знаете, мероприятия, которые проводятся оперативными службами в период массовых мероприятий, они практически стандартные. Они направлены на то, чтобы обеспечить общественную безопасность и не допустить массовой беды, так сказать. Что нам стоит ждать? Ну, конечно, вы понимаете, у нас всегда в обществе есть какие-то люди недовольные, которые могут там, допустим, ну, организовать какие-то там мероприятия, пикетирование там или еще там что-то. Конечно, есть хулиганы, которых нам нужно останавливать, и для этого мы проводим расчет сил и средств, чтобы эти мероприятия все пресечь. Да и ряд других мероприятий, которые, в принципе, должны оградить население от каких-то актов незаконного вмешательства. Они направлены на ту работу, которую мы проводим в рамках комиссии. Впереди майские праздники, достаточно продолжительные, и наверняка будет проходить очень много акций в различных точках, в каждом, пожалуй, муниципалитете. Какая подготовка сейчас ведется? Ну, опять же, говорю, в рамках второго вопроса, который мы рассматривали в комиссии, выработали меры, определили силы и средства, которые будут там задействованы в этих мероприятиях. Дали поручения муниципальным образованиям, чтобы они такую же работу провели у себя на местах, потому что у них там тоже и муниципальные антитеррористические комиссии, и рабочие группы. Ну, и все направлено на то, чтобы мероприятия, ну, и все эти праздники пришли у нас спокойно. А в антитеррористической комиссии, я понимаю, все структуры, которые принимают участие, да, вот в организации безопасности, все входят? Да, антитеррористическая комиссия региональная, это коллегиальный орган, в нее входят практически все оперативные службы, ФСБ, МВД, МЧС. Представители органов исполнительной власти, правительство, ну, вот на комиссии было принято решение включить дополнительно еще в состав комиссии начальника управления региональной безопасности, противодействия коррупции и министра юстиции, потому что много правовых вопросов возникает. А в целом, какая работа ведется в области по обеспечению антитеррористической безопасности? Да, основная задача антитеррористической комиссии – это профилактика терроризма. Поэтому, ну, существует комплексный план противодействия терроризму, рассчитанный на 19-23 года. Там целый перечень мероприятий – это и антитеррористическая защищенность мест массового пребывания, и социальные сферы, и проведение профилактических мероприятий, патриотических мероприятий с молодежью по делам национальности, ну, и ряд других мероприятий. То есть профилактическая работа – это часть обязательная, которая также запланирована проводить. Спасибо огромное за интересную беседу. Мы говорили с советником губернатора Амурской области, руководителем аппарата антитеррористической комиссии Юрием Сластиным. Благодарю вас за беседу. Это была программа «В центре внимания». Меня зовут Нинога Хридзебышуева. До встречи.